щука по косам она не клеет не каналах поклевок а нету на русле ведь тоже где ж ты сидишь будешь ли ты клево фрапки тег и поролон на все клуб я на 5 ну давай уже где-нибудь ну что друзья вот вы мы вернулись с сызрани сейчас дома сидим тут делаем такой разбор полетов конечно результат у нас не очень утешительный 14 место на этапе из 20 экипажа выручающие но мы провели такой анализ и хотели бы наверно поделиться теми ошибками которые мы сделали даны всем привет друзья ну что мы в сызрани мы заселились на базу каскад начинаем наши тренировки на сегодня уже прям вот раннее утро мы с андреем круглом он где-то там в тенте короче приступаем к тренировкам жаркая летняя погода август месяц напоминающий полноценный июль жилетик жилетик не забываем дайверские спас жилеты очень легкие удобные легкие рубашки пока так без формы что приступаем к нашим тренировкам надеюсь будет много интересного познавательного и мы вам обо всем расскажем погнали да первый заброс сегодняшнего дня она на подмотки взяла некрупная хотя пока не пойму что она встала куда-то ну заглотила смотри как все делает значит он у нее жабер торчит капец она глотает конечно ну вот начало рыбалки нет фраб гека четыре с половиной потребуется наверное инструмент сейчас помощь нужна будет у ней потому что там вообще прям глубоко глубоко она это съела вот такая друзья щучка на полторашечка вон у ней гека из жаберки торчит съела конечно нужный экстрактор андрюх потому что так чего не получится ух ё-моё нужно вот так вот открывай и держу плотно видишь там аккуратно тренируйся доставать чтобы рыба нормальный вот благодарствую ну такая вот щучка 1 сегодняшнего дня на первом же забросе ну наверно нету двушечки полтора да не нету двушки давай подружка об пока это наверно посерьезней я так зацепилась они такая же да и там глубина начал вести и павел покоряги по этому забору она взяла такая же наверно даже поменьше вопрос такой аспорт шла нет маленькая какая то хорошо спасибо в этот раз на синген пак не рви ток не рви не рви приманку да такой щуки полно на самом деле сызрине который день вот они клюют такие стандартные на классику не рви эти говорю злая какая вот такая вот очередная такая полторашечка интересно два раза клюнула как и предыдущая такая бам мимо дальше ведешь еще раз красивая такая как травяночка да плыви жара невыносимая стоит уже который день не тучек не дождичка ничего как день сурка открываем ворота заходим и закрываем то ругаются здесь такая зона отдыха с барчиком а внизу причал здесь вот короче ключ на замке тоже дети бегают всегда можно закрыть открыть код все знают свои скажем так вот и спускаемся такой причал сейчас покажу вот вот стоят катера спортсменов канистры еще те кто не приехал вот здесь встанут гоняет окунь жерих головой плавать можно было бы на таракане половить но мы другую тему разрабатываем вон они тут хлебушек едят вот все собственно говоря собираются доброе утро парни а чё-то все остальные на воду не хотят от тишки да сейчас все собираются только канистры кругло готов отлично это похудел что-то штаны падают телефон положила штаны падают не понятно какой тень на воде отвязывался осталась последняя контрольная неделя на которой надо ответить самому себе на многие вопросы поэтому поехали работать напомню это не рыбалка это адский труд если вы думаете что придете в пал и будете ловить рыбу вы глубоко заблуждаем просто ловите рыбу пали рыбу ловят только три дня и то всю нельзя ловить только какие-то там виды размеры вот это вот как всегда как-то говорят а какую можно ты не сказал дед можно судака да щуку жериха нельзя не в третий день можно но это не тема головля ловить летом нельзя поэтому просто ловите рыбу окуня нельзя ну или какие-то там размеры я таких как у них нет символ кинул она взяла нет атаку я не увидел я пытался понять где приманка а нет андрей смотри кто это он и был как он флинта то заел зачетный друзья такой вот килограммная с небольшим судак флинта съел по полной программе в этот раз panoptics помог бели рядом стоял силуэт вот это он и был классно давай дружище плыви щука это судак лимонный наконец-то поймал на долгом-долгом зависание 28 грамм то но зачетный ну да зачетный конечно и и это постановочка работает на у и отмешал ну да я думаю в нем есть сколько надо съесть вот это впечатал так печатал ну и смотри сейчас андрей 8 метров от каких 14 идет речь вообще дикореги ты понять не могу за фигня коренье такие были сказок клеваловым такие конкретные провел по корешке взяла до некрупные злая выплеваю а ты мне уже все откусила хвостом да ну молодец конечно давай да ну давай на камеру давай давай как ты прыгаешь давай оба красавела слаг сделал хвост откусила зараза уже больше там половина тренировок прошло ситуация на воде такая неоднозначная начало клевала рыба хорошо прям очень хорошо и жара вода прогревается и становится все хуже сложнее тяжелее рыба поклевывать нарабатываем места сказать что прям валяем крокодилов нет попадаются рыбы такие три четыре пять килограмм есть там одна на шестерочка была но прямо от бегемотов ну как бы нету вот судак тоже такой от кила до трех опять же вопрос и выживаемости его и вообще останется на своих местах потому что еще дней 10 до начала этапа поэтому очень много вопросов мы сегодня взяли вот день отдыха сейчас зальемся топливом сделаем того мотора и просто отдохнем прогуляемся может в городе и вообще обсудим что мы уже посмотрели за все эти дни что мы пробовали где мы не были еще что стоит попробовать вот такая перезагрузка она нужна ситуация на воде меняется как и положено жаркая погода стилем сменилась на ветреную погоду и клев такой прям на затухание пошел многие места конечно выбили подбили даже в паноптикс видно как рыба если первые дни тренировка взлетала рвангария она там атаковал приманки самые разные сейчас все она уже носа не показывает из всех этих коряк из просто каких-то мест какие-то места просто как футбольное поле стали вычищены что там нету никого вот вот они длительные тренировки хорошо это или плохо во первых что и рыбу подвыбивают ну может быть у кого-то этот тактический план уничтожить все здесь и мы уедем в дальние далее либо спокойно ловить там актуальный вопрос на которую нету пока ответа но мы тренируемся посмотрим как она будет чем она тренируем но пока тяжело и так каждый день вот и ё-моё хорошо спиннинг не забросил летом от осени отличительная особенность в том что достаточно много мест где можно рыбу поймать но ее нету пачками ну как бы ну должна где-то быть понятно но в основном почему-то одну поймал дальше пошел одну зато мест как бы много а осенью у тебя получается может быть вообще один там два района и ты по нему ловишь весь день ждешь выхода а сейчас мне там придется бегать прям конкретно бегать стал три заброса дальше стал три заброса там дальше стал три заброса дальше но это одна из тактик ловли там если наловить на джек оба и на щука или судак хороший не знаю не щука давит там течение мужик давай проплывай тут мне кажется фиг сончик надо подославить рыба то хорошая сидит щука наверх пошла а ну вот что-то за человек такое ладно мы не для ради фотографий ради искусства первое место андрей где две рыбы клюнула его какая разница снимаем такая поменьше да не побольше чем килошник то есть ты мне хочешь 5 я помог да и сюда и здесь он подмотать вот поролонку она тебе не рвет а мне как силикон так сразу полторашечка наверно такая модель слушая что то у ней зубов то и нету особо нету зубов то можно да за нижнюю губу и взять а давай процесс тренировок у нас изначально был построен неправильно вот на на мой взгляд не знаю нужды не стану не согласится но здесь да мы начали проверять старые наработки мы объединили вместе объедино поскольку мы выступали у разных экипажах раньше я вообще три года не выступал и то есть доверия вниз у меня было гораздо больше он как был ведущим вот на объединили наши старые наработки и пошли по ним первой неделе было все хорошо у нас клевала реально приворок да и рыба ловилась с подхода до супер бонусов у нас не волос не было девятых десяток но четверки пятерки шестерки даже шесть плюс наверно проскакивали да так у самого его было два с половиной четыре килограмма она была стабильнее в принципе тактику мы устраивали на то что плавить такую рыбу потому что понимали что ну там пять трешек они всегда играли и в этот раз для призов точно для первого места конечно же это мало но мы ничего другого не смогли подобрать за тренировки поэтому пытались играть скажем так по средней рыбе с возможностью бонусом в общем то вчера была штормовая погода и произошел такой казус вырвало веревки на их порвало просто наш электромотор вот об эту бетонную плиту раздолбался просто в дребезги осколки машине лежат мы вчера слеповали лодку в общем было непросто на самом деле туда дойти и благодаря помощи нашим друзьям паловцам экипажа борисов громов они нам дали временно motorguide мы его вчера устанавливали с андреем и заказали новые которые кости шипов саратов должен все не привести на официальных тренировках мы с электромотором ребят походим а потом день тишины поменяем на свой новый этот им отдадим вообще хочется сказать огромное спасибо многим экипажам которые отозвались есть запасные ай пилота у многих то есть временно могли бы предоставить но вот первыми кто откликнулся борисов громов вам огромный респект парня с нас причитается а тренируемся с ним потому что сейчас два официальных дня тренировки они для нас очень важны потому что нужно еще кое-что наработать и посмотреть пока не знаю андрюха смели взяла как не крупными сейчас надо друг друге постановку своей вот она может и слетишь но я так наверно долго буду как и ухты мочу делать пасак просто и завести или пассатиж имеют сразу отцепить на хрен и крючок и все к четверка на и ночи делать цепле и хвост главное не оторви у приманки спасибо первая официальная тренировка подошла к концу мы с андреем сегодня выбирались в самую нижнюю часть акватории ходили на большие разливы там на самом деле пахать не перепахать у нас была как нам кажется одна стратегическая ошибка что в первые недели тренировок когда был штиль надо было им пользоваться и рассматривать эти дальние расстояния но посчитали что найдем рыбу здесь но как показала практика не за все таки надо было затрагивать потому что чем ниже туда тем судака больше и многие я думаю соперники будут играть по судаку именно в нижних нижней части акватории потом были вот эти вот шторма у нас поломки дома вот это вот все мы восстановились к официальным тренировкам и поскольку сегодня уже был тихий день и завтра мы решили два официальных дня это мало на самом деле но тем не менее постараться зацепиться внизу по судаку вот сегодня за весь тренировочный день мы вставали только раза три или четыре но в одном месте судачка нашли много его не ловили сделали там четыре заброса три поклевки один попался зачетный и в другом месте нашли мелкого незачетного и куча куча интересных мест которые надо посмотреть то есть мы примерно ориентировку поняли завтра пойдем 2 официальную тренировку опять там дорабатывать искать судака потому что погоду в туре рисует достаточно тихую и надо этим воспользоваться потому что близ лежащую акваторию мужа щекрыжили за 19 дней просто всю уже даже не знаешь куда сходить там хотя бы что-то новое вот в общем будем работать сейчас будем отдыхать ужинать и завтра собираться еще одна тренировка уже завершающая и потом готовится к бою будет очень интересно уверен будет интересно потому что ситуация с рыбами неоднозначной на водоеме кто-то нашел кто-то не нашел то она клюет то она не клюет плюс идет жаркая погода жара непонятно как скажется это на клеве ну осталось недолго и мы все узнаем а равномерная проводка показывает результаты с первого заброса щучка села такая можно двушка я видел понял вот тебе и загрызки ты отмечены несколько лет назад но ну такая тихо ты мне не рви и рудок и вот такая небольшая нифига она заглотила страшно даже такая не выплюнет к сожалению знаете как она съела тут мне кажется инструмент понадобится душечку надо не забыть открыть на всякий случай ух юмая и чем мы будем с тобой делать да вообще о тихо 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 отлично да такая мелкая таких не берем в космонавты у нас тут происходила поломка электромотора пришел новый этот был позаимствован у ребят остатки от старого вот вы можете посмотреть как тут все вырвало разломала вот так на запчасти и мозги разве что остались сейчас будем менять технический коридор есть время 4 часа раз в четыре года 18 14 22 на отборах у нас был номер 22 2 плюс 2 4 все идет нормально ну что можно сказать о питании в лодке всем спортсменам дают так называемые ланчбоксы он представляет из себя вот такой вот контейнер и водичка сейчас мы посмотрим что у нас тут хлебушек что нам сегодня положили сюда ооо а знаете как вкуснота какая а салатик такой витаминный картошечка с мяском желательно это на жаре до обеда съесть ну потренировался часов 11 12 лет съел и нормально плюс водичка шоколадка более чем достаточно до вечера желудок потерпит как-то так ну и как бы самый главный атрибут да он должен быть но мало ли всякое бывает это всегда здесь под спиной началась да мало того что у меня еще борода минус палка сразу причем поехали на следующий андрей темпе включаемся работаем уже 35 литров бензина нет мне почему-то кажется что все течение меньше гораздо ты не заметил этой истории особенно там ну а там была тяга все время но мне кажется что этот не щука судак что любим на свалит такой был есть не вовремен сказал все поймаю андрюха давай ты 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 ну и хоть так не пойдет сказал же поймай прям вёл чувствовал думаю ну ладно дай парень них дыха на прям под лодкой взяла я понял давай 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 сошла да ну там такая наверно было под 4 давай вверх пройдем сначала несколько постановок еще там есть конечно обидно про что-то блин ввиду такая лопата за виброшвостом а ну лодки вот так сделает ну ты ушел глубину еще было бы если бы он клянул не нужны не знаю поехали андрей Какой-то судачковый бирж получил. Есть. Щука. Хорошая. Небогрена. Спокойно. Дом. Круглов красавица. Д5. В ней бил 6. Молодец. Я верил в эти коряги. Поехали. Вы поймали? Поклевок много было? Три поклевок. У нас три. А на взвешивание приглашает экипаж составе Денис Викров, Андрей Круглов. Московская область. Я матом только могу сейчас сказать по поводу сегодняшнего настроения и рыбалки. Закончился первый тур. Первая этапа пала. Был щучий день. Сегодня резко кинули в воду. Судя по результатам, у кого-то были раздачи, а у кого-то было все очень тяжело. Как у нас. Три поклевки за весь день. Две реализованные. Один скот щуки. Семь с половиной килограмм. Не знаю, какое мы там место занимаем. Андрюха, что ты скажешь в сегодняшней рыбалке? Чем мы занимались 20 дней, я сам не знаю. Судя по такой рыбалке, которая была сегодня. Три поклевки за день. Три. При этом объехали, наверное, порядка 30 с лишним точек. Просто и рыба стоит, и белья. Кстати, вот я теперь понимаю, почему, Андрюха, белья вот эта вся вся вжата была. Воду скинули. Да. Течение стало слабее. Бель прям сжалась, и щука так же. Ну, в общем, будем готовиться к Судачьему Днюсе. А сейчас стоим вот в такой вот огромной очереди на заправку. Ну, друзья, всем доброе утро. Старт второго тура. Этап упал. Сегодня день Судака. Мы сегодня одни из последних стартуем. Но это неважно. Мы никуда не спешим. Вот. Поэтому планомерно пойдем по точкам абсолютно разного варианта и будем искать Судака. Вот. Именно почему искать? Вы скажете, что вы его не нашли там за эти 20 дней, а он весь постоянно в движении. Он сегодня здесь есть, завтра его нет. Потом он тут появляется, потом он исчезает. Вот. Судаки вообще на тренировках здесь попадались такие мерные. Вот там кило двести, кило четыреста до трех, трех с половиной килограмм. Вот. Посмотрим, как будет сегодня. Вода вроде как устаканилась после падения. Да. Что упала? Ну вот видите, она еще упала. Короче, скоро старт. Прямо пару минут осталось. Все. Господи помоги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Должны не забывать с тобой сегодня одно правило. Постоянную ротацию приманок на Судака. Он очень капризная рыба. Но даже цвет, размер, форма могут повлиять. Мужик поймал Судачку. Маленький. Маленький. Поднимаем электромотор. И поедем мы. Давай дальше. Не забывай о чем мы говорили. Приманки менять. Не увлекайся в одну. Это Судак. Вот стоят слева. Смотри какие. Видишь? Судак. Подкусил. Есть. Андрюха. Только не говорите, что это щука. Что-то на меня пошло. Щука. Твою мать. Ну вот как предполагалось. Я уже понял, что по сопротивлению какая-то хуйня. на меня пошла судак так не делает равно на каждых постановках что-то да происходит просто не клюет что то есть нормально да нет не надо посадить не ну чё ты тащишь там но на что-то тяжелее становится зачет по палке видно стоит по моему я думаю что он и зачетный надо линейку доставать да не это не зачетный но покажи да не тебя 46 но линейка он там лежит двигай коробку ты не какой да даже килограмма нет зачетный гидкил мери давай но и 44 не дорос перемещаться бы сарусяев прям на нашей постановке стоит прям вот метр в метр как у вас макс 0 баранка и у нас тоже но не подсекают у них вам поклевки есть урусяевой пойдем пройдемся еще посмотрим до бектагирова тысячу поднимем электромотор газа наверх и опять так будет спускаться ну короче ноль щуку одну поймали а чё судак стоит вообще их клюет русяев тоже он стоит гает них вообще начин говорит мне 0 одного маленького я видел поклевку что же мимо твою мать мелкий я две наверно заправлю пока есть наверно подсак покрупнее да покрупнее хотя тоже мелочь на всякий случай опущу там надо за килограмм чтобы было чтоб стопудов за счет не померю может да какой померить ты смеешься что тигу рыба должна быть там за кило ты мерить заправиться не дает два заброса у тебя сразу зачет ты он почувствуешь это все он 50 сантиметров это кило 100 там даже кило может быть незачетный минус был в том что первые дни когда была очень тихая погода и многие три экипажа тренировались в районе чигры и еще ниже по течению где собственно говоря фактически там 90 процентов кто отловился по судаку они отловились именно той акватории а мы на ту акваторию в тихие дни так и не смогли сходить и это время было упущено и поверили в те небольшие зоны которые мы нашли по судаку здесь у нас всего три было да это крайне много и как это всегда бывает именно в туре судак там закрыл рот он никуда не делся он был там но ключ подобрать над ним не смогли да он в общем то мы в день судака и по сути ни одной поклёрки зачетного судака и не единственный из 20 экипажей или поймал судака зачетного было три нуля у двух нулей сюда просто умер не дожил а у нас у нас его просто не было вот но пожалуй вот по судаку 0 он говорит сам за себя мы судака реально не доработали и даже в первом пальчинском разливе где мы натренировали вот эти зоны с рабочим судаком судак просто закрыл рот а начал клевать там немножко других локациях которые мы не досмотрели вот поэтому судаку нужно будет в казани и уделять пристальное внимание я считаю не меньше чем не меньше чем щуки это точно старт третьего тура сегодня микс день мы на шестнадцатом месте из двадцати на самом деле вчерашний день не просто не задался не получился вообще ровным счетом ничего рыба была и мы не смогли ее поймать к сожалению так бывает как пока как оказалось так бывает хотя мы были уверены что рыбу то поймаем сегодня маршрут будет построен совсем по-другому мы пойдем самые самые низа где-то за 70 километров от старта и оттуда будем возвращаться уже к базе и пробивать постановки вот я выписал порядка двадцати одной точки плюс там на каждой можно еще по два-три раза переставиться не знаю успеем это все обойти или нет но уж с этого то 5 рыб должны поймать но это прям офигенные места серьезно будем надеяться что мы их поймаем это будут именно щуки но если попадется хороший судак то тоже неплохо пусть будет вот в зависать нигде не будем будем работать и серии бей беги встали 3-4 типа приманок по два-три заброса поклевок нет и погнали дальше вот как-то так надеюсь что сегодняшний день получится и будет что рассказать в отличие от вчерашнего дня есть да он незачетный ну конечно не зачет нормальный нормальный вроде бы нормальный да хороший судак тяжесть пить рыбин надеюсь не сон да подожди потихоньку то счет и не умею стой стой подожди отдыху не пузырь во рту и он взял понимаешь как будто лопнул я знает его в тело колю там воздуха не выходит смотрел не пузырь и я не знаю что делать с кого отвести но он сдохнет пока мы его довезем и только время с пузырем во рту тем тоже долго не протянет мы его не довезем он уже как бы закисает ну ладно судак спасибо тебе может и все-таки поплыл может и отойдет может не отойдет андрюха 5 подлодка взял не щука них а сколько окунь зачетный ну я думаю что он наверно зачетный давай акунями закроет а на фрам лимонный давай чужих и дамся и в биржа и принеселся один окунь но у нас окунь такой грамм 700 мы не мерили его не знаю а сколько он зачет сантиметр 35 да ладно давай 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 работаем работаем готов не взял нормально сидит домик душка нормально про лунка там она покоцала но вроде нормально я знал что это место даст рыбу молодец давай еще есть время это две поклёвки подряд я себе круглую крупнее сука это меня не убежит и опять за самый край андрюх насчет 3 я их беру надо помочь чтоб то не убежал готов в общем есть это шла да не похоже на рыбу все отвалился нет чуть зацепил тянул муж забагрил по 15 минут ставим на этой постановке и по вам на той да ну было феерично за весь день на одной точке можно было сделать весь результат из кокон постановок там 40 ну а что касается по щеке то здесь конечно удивительно у нас и в первый и второй тур мы у нас было в первом туре порядка 30 с лишним постановок а на третий тур было порядка 40 постановок поскольку у нас на тренировке все там 20 тренировочных дней щука клевала вся с подхода вся с подхода причем она ловилась как на средние там приманки 6 9 6 с половиной так и ловилась на поролон так и ловилась на резину четыре с половиной пять дюймов вибы у меня выстреливали работали достаточно тяжелые биг бейты похуже были но все равно реакции было но и как показала наша тренировка то есть где была рыба наклевала фактически сразу но чем ближе к турам произошло либо какое-то смещение либо видоизменение поведения рыбы возможно как пообщались с другими экипажами да кто-то был нужно было задерживаться на местах и обрабатывать более тщательно мы же играли в игру бей беги большим количеством точек собрав активную рыбу и получилось что что-то в первом туре из 30 с лишним точек только на трех были поклевки и в третьем туре то же самое там на трех точках по сути и стаби еще меньше стола да ну то есть вот здесь вот произошло смещение рыбы либо видоизменения его поведения которые мы собственно не уловили но даже реализовав те шансы которые у нас были результат должен быть был бы выше но сослагательных наклонений нету как получилось так получилось будем умнее и будем делать уже определенные выводы вот и последний заброс этого этапа тяжелый тяжелее и не помню короче мы никого не обошли даже с нашими там три килограмма вот настолько могут все обойти мне даже словом интереснее мы померяю из меня ради бога какой уверенно я померил тоже молодца он красивый он хорош почти больше в общем то подводя итог выступление на этапе мы конечно рассчитывали на совершенно другой результат уж никак не 14 место для нас это показался провальным с одной стороны хочется да извиниться перед болельщиками а с другой стороны это рыбалка мы просто вот сейчас рассказали то что считаем ну то что мы сделали неправильно да и постараемся учесть эти моменты и в казани этого не повторять и работать уже немножко по другому еще наверно один момент я считаю мы еще перетренировались 20 дней сделали свою плохую шутку потому что в первую неделю мы поверили в то что все получается рыба клюет и на таком энтузиазме пошли там начали смотреть какие то новые зоны и забыли даже проверять старые потому что в старые места мы были уверены получилось что от рыба сместилась новая зона мы начали смотреть только я считаю так что планомерная подготовка у нас началась только последние официальные дни когда уже начали понимать что что-то не так происходит упустили на свой шанс да наверное в любом случае на первое место может быть даже на 2 на 3 мы бы все равно не на тренировали но вот уже же пятерки на ближе к пятерке можно было бы выступить если бы не эти вот ошибки ну так вот произошло будем готовиться друзья к казани болеть из-за нас или технический момент так что как садина у меня вот до вас за месяц за месяц катер я постараюсь подготовить но со своими ребятами как следует ну да проверим все многие кстати болельщики отметили тот момент что возможно всякие вот эти технические поломки выбили вас из колеи на самом деле это не выбивало из колеи но просто перегорели на потратили там может быть на устранение этих проблем там по полдня но вылетела общей сложности может быть дня полтора полноценной тренировки но какого-то там чтобы это произошел сбой в работе я бы не сказал это обычные технические моменты поэтому на них пинать уж точно не стоит это техника и всему когда-то приходит свое время будем готовиться друзья всем огромное спасибо вот такие у нас выводы сильно не бейте не забывайте палец вверх ставить подписываться на канал и следить казани будем готовиться более усердно и обязательно будем снимать и обо всем рассказывать снимать будем больше всем спасибо друзья до свидания